МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искренне поздравляю ульяновцев с наступающим Новым годом и Рождеством. От всего сердца желаю добрых праздников, светлой надежды души, приятных подарков, радостных сюрпризов, крепкого здоровья и, конечно, удачи. Пусть грядущий год несет уверенность в себе. Пусть незавершенное завершится, задуманное сбудется, желаемое получится. Не теряем веру в чудеса. Жизнь искрится, как шампанское в бокалах, а счастливые мгновения, которые ее озаряют яркими красками, во многом зависят от нас самих. Хочу пожелать защиты и обеспеченности каждой семье. Пусть наша сила не знает границ. Будем в этот год не мечтать, а действовать. Мы обязательно и в 2023 году расскажем о старте к новым целям. Реализации плану, смелых идей, оптимизме, интересных встречах. Наслаждайтесь каждым мгновением. Окружайте себя и своих близких теплом и заботой. Согревайте друг друга своей любовью. Всем спокойствия душевного, равновесия, абсолютной гармонии. С Новым Годом вас и ваших близких! Самая яркая традиция городского праздника – самый долгожданный момент. Чтобы зажечь главную елку Ульяновска на площади, собрались сотни жителей и гостей областного центра. Красиво, очень красиво, мы уже сфотографировались. Неплохое настроение, отлично, все хорошо, все красочно, ярко. Нам нравится. Отлично, все очень нравится, очень все красиво, атмосферно. Сегодня еще погода такая, в общем, нам нравится. Из года в год все лучше и лучше. Красиво. Нам нравится, детям нравится, нам нравится. Если жизнь будет яркой, с событиями и разнообразной, она будет интересной и увлекательной. Чтобы вечер был увлекательным, для гостей центральной городской площади подготовили большую праздничную программу. Выступления коллективов, музыкальный флешмоб, хороводы, подвижные зимние игры. С самых маленьких в дружный круг собрали главные новогодние персонажи Дед Мороз и его верная помощница, внучка Снегурочка. Я буду показывать вам движение, а вы должны сделать в точности наоборот. Не запутаетесь? А я буду вам помогать, ребята, не переживайте. Тогда начинаем. В тереме Деда Мороза самых маленьких тоже ждали чудеса. Двери волшебного дома открыты все праздники с 16.00 в будни, с 12.00 в выходные, до 18.00. Но самое главное, что дарит праздник, это, конечно, исполнение самых заветных желаний. Ребенок верит в Дедушку Морозу? Конечно, он очень ждет. Он даже заказал подарок робота. Робота ты ждешь? Да. Я хорошо себя вела и попросила у него хомячка. Я загадала плюшевого единорога. А Дедушка Мороз выполнит? Конечно. Слушались, выполнит. Главная елка зажглась, время чудес еще впереди. Для всех гостей главной площади города все праздничные дни будет проходить немало интересных мероприятий. И, конечно же, множество интересных новогодних конкурсов, где каждый сможет получить небольшой подарок от Деда Мороза. Панксатонский филл. Самый знаменитый метеоролог в мире и к тому же сурок. Ну а у нас сегодня день кролика. И именно это животное мы будем сегодня интервьюировать. Да-да, не удивляйтесь. Причем вопросы будут касаться нашего будущего. Но пока экскурс в тему. Предновогоднее время – время чудес, когда хочется верить в волшебство. А поэтому мы решили его добавить. 2023 год черного кролика и кота. Многие астрологи говорят, что он принесет процветание, благоприятные перемены и умиротворение. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что в этом году наладятся дела в семейных отношениях. А в доме воцарится уют и хорошая атмосфера. Но то астрологи, что скажет сам символ года. Как известно уже, символ 2023 года – черный кролик. В нашем случае это крольчиха по имени Буся. Именно она нам расскажет, каким будет он в следующий год. Ну что, Буся, будет ли жарким лето 2023? Ученые уже прогнозировали, что 2023 станет аномально жарким в истории. И Буся с ними согласилась. Со вторым вопросом, пока спикер готов, мы решили не медлить. Как известно, кролики быстро размножаются. И вопрос следующий. Повысится ли в Ульяновской области рождаемость в 2023 году? И снова положительный ответ от ушастого Нострадамуса. Ну а последний завершающий вопрос, какой будет год в целом, мы адресовали всем обитателям вольера. Такой ответ наверняка поддержали и другие животные зоопарка на верхней террасе, который в этом году в преддверии праздника расширился. Мы расширили территорию почти в два раза. На этой территории сложились представители дикой зоны, такие как викуни, яки с Устюга приехали у нас. Подарки российский Дед Мороз делает зоопарку ежегодно. В 2022, кстати, преподнес еще один символ 23-го – кота, а точнее рысь – севу. Напоминает обычную кошку, игривый очень довольно-таки. Иногда нет настроения, когда у него нет настроения, он к тебе не подойдет, близко даже. Иногда его все бесит, ну как нормальную кошку в принципе. Своеобразный, но ласковый и добрый кот Сева. И надеемся, что таким будет новый 2023-й – спокойным, мягким и умиротворенным. Но главное не забывать – многое в наших руках, а не чужих лапах. Кот, Сева, а это кошка, иди сюда. Да малыш, да ты что-то такой, да ты что-то, ой, боже, настроение у тебя игривое сегодня. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Уважаемые коллеги, друзья, разрешите поздравить вас с наступающим 2023 годом. Пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, семейного счастья, всего самого наилучшего. А также, чтобы наши ребята, которые сейчас находятся в специальной военной операции, вернулись домой. С наступающим новым 2023 годом! Перья, корсеты, пайетки – главные тренды наступающего 2023-го, когда в права вступает черный водяной кролик, согласно восточному календарю. Ароматичная астрология дает повод стилистам и модницам задать новые векторы формирования образа на следующий год. В 2023-м модная палитра порадует разнообразием. Черный, синий, красный – при этом и в выборе аксессуаров будет простор. Но обо всем по порядку. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И поэтому Новый год все-таки нужно встречать более роскошно. И здесь нам помогут и аксессуары, и какие-то акцентные туфли, сумки. Но опять же, это зависит от того, где вы будете встречать Новый год. Но блестки, пайетки и сетка лишними не будут на модных в этом сезоне комбинезонах брючных костюмах. В тренде – платье-пиджаке, корсеты и брюки. Вернулся из прошлого года чарующий бархат, но… Здесь нужно, конечно же, с ним быть осторожнее, потому что бархат, он может как украсить человека, так же и немного придать возраста. Поэтому бархат нужно выбирать именно качественный. Выбрать качественные вещи поможет профессионал, а поэтому слово Елене. В платье-пиджак с… именно тоже пиперями. Но если… сюда можно, да, сюда можно добавить ремень, либо черный, либо розовый. Но, например, если светлая обувь, можно даже поиграть и добавить светлый ремень. Это будет даже немножко выигрышнее смотреться. Елена помогала мне определиться с образами. Это вот, например, для офиса на следующий год. Посмотрим, пойдет ли он мне. А в примерочной висит платье, которое я примерю для празднования Нового года. Вперед! Трендовые перья – один из модных цветов 2023-го. Лиловый. Лаконичное, стильное и пикантное платье с открытым плечом однозначно мало кого оставит равнодушным. А вот офисный образ скромнее, что логично. Здесь пиджак, как называют ее модницы, в гусиную лапку, яркие брюки и черный ток. Все по канонам 2023-го. Соблюдая модные тенденции, нужно не забывать, что вещь сама по себе должна нравиться вам лично. Учитывая, что в следующий модный год лояльный, где любительницы разных стилей найдут образ по душе. Маргарита Матюшинская, Юрий Тимонин, репортер 73. Дорогие ульянсы, дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. От автономной некоммерческой организации «Центр Кёк Синькай Карате» желаю вам огромного здоровья, душевного равновесия, вашим семьям всех благ, благополучия и чтобы все, что вы пожелаете, у вас сбылось в следующем Новом году. В мягкой компании Валентины Павловны пополнение. Это не просто игрушки, друзья и собеседники. А с этой я целуюсь все время, в артышках, разговариваю. Какая ты, говорю, у меня красавица, ой-ой. Да, интересная дама. Я же ее разрядила, ой, сережки купила. Специально для обезьянки купили? Да. Валентина Павловна – серебряный активист и золотая помощница старшей по дому. А еще очень любит цветы, которые цветут на окнах, даже тогда, когда на стеклах распускаются ледяные узоры. Уже вот расцвел, все цветут уже, а это уже расцвел. Ой, бегунья. Я говорю, ты куда-то окрано расцвел, а? Не расцвела. Блин, что? Доброе сердце. А это все только начали. А это уже. Ты что, говорю, как рано расцвел-то? Будет свистеть, листьев не увидишь. Валентина Павловна – ребенок войны. Воспоминания о непростом детстве заставляют дрожать голос. Десять лет я ходила уже в колхозе, работала. Каникулы не отдыхала. Всех нас выгоняли. Полоть, убирать, колоски собирать, пшеницу пололи. Там эти голубые васильки. Это сейчас трактора, а тогда нет. Мы ходили. Ой, можно сказать, есть-то нечего было, пить-то нечего было. Поднежда моего рту все высохло. Босиком. Но все детские мечты сбылись, рассказывает Валентина Павловна. Жизнь сложилась. 40 лет трудового заводского стажа, 35 на пенсии и ни одного дня без дела. В своем доме уважаемая старейшина. Одна из тех, к кому соседи всегда могут обратиться за добрым советом. Наверное, в каждом доме большого города есть такие соседи. В повседневной суете невидимые, но при близком знакомстве можно написать целую книгу об их жизни. И каждый из нас может записать несколько счастливых строк, исполнить новогоднее желание пожилого человека. На сегодняшний день добровольцы собрали новогодние мечты более чем 180 одиноких пенсионеров региона. Ознакомиться со списком и задать уточняющие вопросы можно по телефону, который вы видите на экранах. Обратиться можно и лично по адресу. Льва Толстого, 54-13, офис номер 5. Исполнение даже маленькой мечты. Больше, чем доброе дело. Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73. Уважаемые земляки, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть наступающий год принесет мира, здоровья всем и осуществление всех желаний, которые вам в новогоднюю ночь придут в голову. Поздравляю вас! Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобою бегала Дед Мороз, Пролила немало я горьких слез. А ну-ка, давай-ка, Плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Ну, Дед Мороз, погоди. Ты меня, любезная, извини. И свою любовь ко мне сохрани. Как же не любить тебя, милый дед? Сколько зим потрачу нас, сколько лет? Ждет моих подарочков рябиня, И тебе достанется от меня. Наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты! Дорогие жители города Ульяновска, Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю вам мира и добра. Пусть наступающий Новый Год подарит вам все самое заветное, о чем вы только мечтаете, и сохранит то, что вы с трепетом бережете. Будьте добры. Я желаю вам, конечно, крепкого здоровья, вам, вашим близким. Будьте любознательны, а мы всегда вам в этом поможем. Она идет, спинку держит на кабачках. Ну вот, пример, эталон. Пример всем соседям. Активистка серебряного возраста. Самые теплые моменты, когда в гости приходят любимые дети, внуки и правнуки. Посмотрите, какие. Да, у меня два правнука и пять правнучек. Самые маленькие, полгода. Такие лапочки. Они так меня любят, что моя правнучка пришла и говорит, бабы, ты знаешь, как я тебя люблю. Ой, как я люблю. Как? Ой, смотри, смотри, смотри. Как картина. По детским годам Бараной прошла война. В сороковом году умер отец, старший брат и сестра ушли на фронт. От Курско-Орловского рубежа эвакуировали в тыл, в небольшую деревню, в землянку. Пока было тепло, в ночь октябрь еще, бегала до сестра. Школа была далеко. Зима начиналась, как будто деть нечего было. Сидела на печке. Уже в школу я пошла в сорок девятом году. После смерти мамы с сестрой Елена Ивановна уехала в Баку, где и прожила большую часть жизни. Постоянно училась новому. За годы трудового стажа немало наград и благодарностей. Мульяновск приехала в 94-м вместе с супругом. У нас 8 месяцев не было контейнера. Соседи, никого не знала. Ну, если куда-то уйду на рынок, куда-то, в общем, по делам уйду, прихожу, муж оставался дома. Смотрю, у меня полно большой тазик, и картошка, и морковка, ну, у всех были сады, и они все приносят, я их никого не знала. Близкие соседи уходят один за одним. В 2020-м не стала супруга. В память о любимом человеке и на любовании всем под окнами дома Елена Ивановна посадила яблоню. Муж хотел очень. Он в 2020 году от ковида умер. Мы приболели ковидом. Вот, умер. Ну, вот мы хотели, чтобы у нас под окном как бы сад был. Но это не только для нас. Не потому, что мне фрукты надо или что, а просто красивый цитут. Наш визит стал сюрпризом для Елены Ивановны. В своем письме команде Деда Мороза пенсионерка скромно попросила небольшой новогодний подарок. Скромно, но разве о многом просят люди, закаленные тяжелыми испытаниями, прошедшие непростой жизненный путь. Ведь даже, несмотря на все потери, представители этого поколения благодарны своей судьбе. Я счастливый человек. Молодцы было трудно, но сейчас, слава тебе, Господи, все нормально. Уважаемые друзья, дорогие земляки, от имени исполкома Ульянско-областной национальной культурной автономии и от себя лично всех я поздравляю с новым наступающим 2023 годом. Чтобы этот гол был удачный, мирный. Вашим семьям я же вам желаю удачи, благополучия, самое главное, здоровья. Берегите себя и ваших близких. С праздником вас! Дай рамблер! Кадар лубусна! Вот самая большая коробочка. О, красивая. Ну, я не знаю, что здесь, но... Сюрприз. Но очень красивая, да? Да, 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 да. Так, а тут, целый набор. Все для души. Ну, это, как я понимаю, к чаю. Да. Виктор Иванович Гусаров, ветеран, служил в 101-м танковом полку в Дрездене после еще 10 лет по контракту. Есть и гражданский стаж, работал сварщиком точной сварки на автомобильном заводе. Армейское прошлое на пенсии пригодилось. Виктор Иванович активист местного ТОС и старший по дому. Бабки уважают меня. Это уж все и управляющие компании знают, все, и Петр Капитонович, Столяров в курсе, как тут. В преддверии праздника Виктор Иванович заготовил поздравления для своих очаровательных соседок. Сам же скромно попросил небольшой, но приятный подарок. Самое главное желание в этот год. Надеюсь, внучки приедут. Не знаю, как, конечно, но надеюсь. Две любимые внучки, любимая дочь. Не так давно зять отправился на передовую, защищает страну в зоне СВО. Виктор Иванович зорко следит за новостями, поддерживает бойцов. Наш небольшой подарок пришелся в кон. В памяти всплыла недавняя история. Письмо от руки написали и хотели отправить, но не успели, не успели. Мне Татьяна, помощница моя, звонит. Виктор Иванович, ты знаешь, ну, я говорю, нет. Ильдар приехал с бородой, говорит, я его не узнала. Когда с ним встретились, я говорю, Ильдар, вот так-так мы хотели. О, давай. И он взял себе туда в бригаду, его это письмо напечатывали там сколько-то экземпляров. В 31-й бригаде ветерану выразили благодарность и вручили памятный презент. Теперь у Виктора Ивановича начал собираться сувенирный сервиз. Заботливо ухаживает Виктор Иванович и за цветами. Память о дорогой супруге. У меня жена была любительницей этого дела. она и на дачу цветы и вот по возможности сохранила. Землякам серебряный активист и золотой человек желает, конечно же, здоровья, мирного неба и взаимного уважения молодежи чтить и не забывать своих стариков. Мы же видели, какая реакция этих пожилых людей, как они радуются. Они пытаются вам рассказать всю свою жизнь, может быть, или какие-то моменты растерялись, но они очень рады. Чтобы подарить радость, не обязательно ждать праздничных дат, но лучшее время – Новый год. По телефонам, что вы видите на экранах, можно задать вопросы и узнать имена и адреса, где особенно ждут внимания, заботы и, разумеется, чудо. Уважаемые земляки, поздравляю вас всенародно любимым праздником, наступающим Новым годом. А старый год уходит в историю. Он принес немало тревог, но мы не знаем, каким будет 2023 год. Я уверен, что для нас, для всех и для нашей страны он будет успешным. Желаю вам праздничного настроения, исполнения желаний и, конечно, здоровья и счастья. С Новым годом вас, дорогие ульяновцы! Маленькой ёлочке холодно зимой из лесу ёлочку взяли мы домой из лесу ёлочку взяли мы домой «Сколько на ёлочке шариков цветных розовых пряников шишек золотых» «Розовых пряников шишек золотых» «Бусы повесили, встали в хоровод» «Бусы повесили, встали в хоровод» Весело, весело встретим Новый год Весело, весело встретим Новый год Дорогие земляки, 2022 год был нелёгким годом, был годом испытаний. Многие из нас потеряли близких, друзей, родственников. Поэтому я от всей души желаю всем нам, чтобы следующий 2023 год стал годом перемен, перемен к лучшему. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, которого бы хватило на всё, обычной человеческой любви и мирного неба над головой. Мы с вами сегодня будем готовить салат Оливье в оригинальной подаче. Вот как с ушками, у нас же год кого? Кролика. Год общения, семейности и дружбы. А поэтому готовить одно из главных угощений новогоднего стола мы решили в уютной компании. Послов детского движения первых и студентов техникума питания и торговли. Все ингредиенты заботливо подготовлены. Осталось только нарезать. Но как? Кубиками или треугольниками? Каждый выбирает своё, а вот главный спор мясо или колбаса здесь решили кардинально, выбрав для салата второй вариант. Хотя можно было из-за шрица. В нашей версии оливье мы собирали его из курицы вместо колбасы, добавили туда тартар и в декоре у нас участвовала креветка. Несмотря на то, что на слух это всё кажется чем-то несовместимым, если вы это всё пробуете вместе, то получается неповторимый вкус. Но несмотря на изобилие рецептов, главным остаётся один. Ведь в Новый год многие ценят именно традиции, которые формируются в семье. Мы сидим всей семьёй, это семейный праздник, и мы вместе празднуем, и каждый благодарит, наверное, друг друга за то, что он есть. Мы с мамой делаем пельмени, и туда специально добавляем перец. Вот, потом их варим, и кому достаётся такой перчёный пельмень, тот загадывает желание. В этот раз никакой перчинки, а только самые вкусные продукты и хорошее настроение. Важный ингредиент в приготовлении любого блюда. Профессиональные повара верят, что негатив влияет на вкус угощения. А поэтому только положительные эмоции и вуаля, вкуснейший традиционный российский новогодний салат с французским названием готов. С Новым годом! Со мной ребята тоже поделились этим великолепным салатом. На вид он был великолепен буквально минуту назад. Сейчас посмотрим, попробуем, какой он на вкус. Это вкус праздника, друзья. Вкус наступающего праздника. Атмосфера главного зимнего торжества во всем. В техникуме питания и торговле даже на экзамене новогодняя тематика. Ёлочки и фигурки сказочных персонажей снимают стресс и помогают настроиться на правильный лад. Все десерты украшены в новогодней тематике. В поварской лаборатории происходит экзамен по горячим блюдам и дети также готовят блюда с новогодней тематикой. У детей есть чему поучиться, поэтому вооружаемся продуктами и вперед творить вкусное волшебство для новогоднего стола. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73. Дорогие ульяновцы, друзья, в эти волшебные и долгожданные мгновения мы встречаем с вами новый 2023 год. Связываем с ним много надежд и самых сокровенных желаний. В эти же минуты мы прощаемся с 2023 годом. Годом, безусловно, трудным и во многом переломным. Годом, в котором каждый из нас своими делами создавал основу нашего общего будущего. 2022 год показал, какими сильными, мудрыми и добрыми мы умеем быть. Как готовы протянуть руку помощи ближнему, даже если самим трудно. Это год мужества, смелости и героизма. Год милосердия и поддержки. Мы, жители большой многонациональной страны, с великой историей не раз доказывали, что умеем быть сплоченными. Попытки разобщить наш народ сплотили нас еще больше. Сплотили и сделали сильнее. Герой живет в каждом. Теперь мы это точно знаем. Ульяновские воины мужественно выполняют свой долг, и мы гордимся каждым нашим земляком, вставшим на защиту Родины. Тепло родного дома бережет их, ведь очень многие жители региона не просто желают им победы, но конкретными делами стараются поддержать их. Просто по зову сердца. В рисунках детей, в каждой петельке вязаных носков, в каждой новой партии оборудования, вещей и продуктов, отправленных нашим бойцам, кроется частица души каждого из вас, частица малой Родины. Это придает сил нашим защитникам. Спасибо каждому из вас, друзья. Мы вместе. Это главное. Особое поздравление сегодня семьям наших воинов. Знаю, как непросто вам сейчас жить в ожидании возвращения ваших мужчин домой. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты, а мы постараемся сделать все, чтобы поддержать вас в это непростое время. Огромные слова благодарности хочу сказать сегодня и тем землякам, кто своей усердной работой каждый день совершает трудовой подвиг на благо родной Ульяновской области и всей страны. Как и много лет назад, наш регион проявляет трудовую доблесть в это непростое время. Я благодарен президенту России за поддержку Ульяновской области. Многие проекты, прежде всего социальные, продолжили воплощаться в жизни. Это очень важно для развития образования, здравоохранения, спорта и других сфер жизни. Уверен, в следующем году в регионе появится еще больше новых точек роста, и мы продолжим его успешное развитие. Дорогие друзья, в преддверии наступающего года наши мысли наполнены радостью и уверенностью в светлом будущем. Сейчас, как никогда, важно окружить любовью и заботой родных и близких, поделиться добром и вниманием с теми, кто в этом нуждается. Мира и добра в ваших домах. Будьте здоровы и счастливы! С Новым 2023 годом! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова